друзья привет с вами финансовый блогер александр расскажу сегодня по вашим просьбам кейс на примере моей жены как мы с ней работали чего достигли на самом деле все несложно и вполне выполнимо с чего все начиналось начиналось с того что ну лену меня раньше было полгода назад она ставила себе финансовую цель и без учета без введения финансового плана финансовой грамотности не вела доходы расходы то есть было так хаотично что-то пришло потратила в общем туда-сюда что-то баталь и выполнять финансовая цель для нее было крайне сложно соответственно за этот период мы с ней вместе поработали начали вести доходы расходы достаточно плотно и и с ее первый момент до 1 это все говорят финансовые советники роберт киосаки буду шефер абсолютно все начали откладывать 10 процентов от ее общего дохода сразу же то есть откладываем эту сумму это первый момент за полгода у нас получилось при среднем у нас средний заработок был 50 тысяч рублей за счет вот этого инструмента мы смогли за полгода собрать ей 72 тысячи рублей накопления это просто накопление вот эти 10 процентов а второй момент естественно эти деньги мы не просто откладывали а начали инвестировать вкладывать вот эти деньги не на счету под подушкой условно да не на депозит а в топовые акции которые еще приносят дивидендную доходность вот за счет этого конечно тоже еще увеличивали капитал там на процентов 10 дополнительно за полгода но самое главное конечно у нее прорывы начались после бизнес тренажеры которые мы проводим в нашем клубе по мотивам роберта киосаки денежный поток 101 честно скажу ей было очень тяжело скрипел мозг все бы все прямо сопротивлялась но основное влияние которое произвело на машину при формировании финансовой грамотности это конечно бизнес тренажер роберта киосаки и там она именно начала понимать всю механику вообще откуда деньги приходят куда уходит как пользоваться инвест инструментами и она начала действительно считать и с ним значит с ним проще стало работать более осознанно теперь когда она задумывается блин надо потратить на что-то сначала взвешивает насколько это и надо и полезный и соизмеряет то есть выбор либо потратить и останется 0 либо вложить это куда-то и со временем это станет еще больше а еще начнет приносить по себе доход такое такое мышление появилось это видно как деньги капитал увеличится это видно и это гораздо более приятно но здесь очень надо аккуратно быть не надо себя урезать в жизни абсолютно сильно даже не то что сильно вообще я за за то чтобы увеличивать доход и расход тоже надо увеличить то что качество жизни надо повышать это кайфово но тут одно но надо чтобы общий доход чтобы доход рост быстрее чем расход вот вот этот главный фактор и проценты соблюдать очень важно ну так вот значит особенно последний месяц когда у нее была цель за месяц заработать 100 тысяч рублей она как раз искала сферу где и заработать и тут как раз помогла методика моя которую я использую для привязки денежной цели к мечте человека о чем он мечтает потому что деньги это не сама цель это всего лишь инструмент и поэтому мы взяли определили у нее что и нравится больше всего буквально за полтора месяца сменили направления она начала это тестировать и в совокупности и это как раз дала в месяц позволил вместе заработать 100 тысяч рублей по сути это за полгода увеличение дохода на 50 процентов у нас получилось суммарно почему да потому что она начала делать то что и по кайфу еще и деньги за это получает это очень круто поэтому результат какой за полгода увеличили доход на 50 процентов за счет систематичного накопления откладывания денег мы отложили 74 тысячи рублей и плюс пассивный доход пассивный доход еще принес 12 тысяч рублей к этому пассивный доход капитализации принесло еще 12 тысяч рублей за не за где-то примерно за три месяца чистое время три месяца получилось вот это вот такой результат и соответственно составили план на 10 лет и больше вперед определили точное время когда она получит первый свой миллион рублей накопит именно со своим доходом расходами и мастерством откладывания так что если вам интересно как это сделать пишите в комментариях постараюсь ответить на ваши вопросы пока до следующих серий